Девушки отдыхают День 2. Образы. А что ты фигню покупаешь тогда? Я тоже хочу себе наряды, себя в порядок привести. О, еще одна. Двое против одного, нечестно вообще-то. Собирайтесь, поехали. Еее! Так, спокойно, сели. Значит так, слушаем меня внимательно. В распродаже только по одной вещи берем. То, что нужно. И то, что понравилось. А то будет как в тот раз. А можно еще вот эту сумочку за 10 тысяч. Бюджет. Бюджет, помним. Все, поехали. Но только и Мишку с собой берем, а то это надолго. Я вас знаю. Поехали. Друзья, мы находимся в магазине Let's Go. И что, нас ждет прекрасный шоппинг, потому что это магазин женской одежды. Вечно мужчины вделяют. Так, я напоминаю, у нас бюджет остался 20 тысяч на весь праздник. Поэтому... Я уже думала, всего 20 тысяч можно потратить. Ладно, в десяточку, я думаю, уложимся. Поехали. У нас с Мишкой самая интересная часть этого шоппинга. Миш, садись. Ты можешь спать, здесь можно. Тут диван вообще идеально мягкий. Ой, все, хорошо. Сеть магазинов женской одежды Let's Go. Это качественные вещи из натуральных и смесовых тканей. Это женские блузы, рубашки, джемпер, верхняя одежда, платья, юбки, туники, майки и другие товары. Здесь легко можно создать неповторимый образ для учебы или офиса, для дружеской вечеринки или романтического свидания. В магазинах регулярно проводятся распродажи и сезонные акции, в ходе которых покупателям предлагаются максимально сниженные цены на ряд товаров. Скидки могут составлять от 40 до 70%. Let's Go делает моду доступной для каждого покупателя. Так. Ой, смотри, тут еще и верхняя одежда есть. Какие куртки. Мне вот это нравится. О, класс. Мне вот это нравится. Вот это? Пушистик, да? Мягкая. Нормально. Слушай, ну мы пришли за платьями. Идем смотреть платья. Хотя и кофточки классные. О, ты же любишь, да? Да. Жилеточки. Кайфовые. Смотри, какой пуховик яркий. Мама, платье. Так, ладно, понятно. Платье. О, вот это уже что-то интересненькое. Пойдет такое на Новый год? Пойдет. Все, значит, а сейчас цену подожди, сколько она стоит? А то, что у нас папа скажет. Бюджет, бюджет. 3 500. Нормально. Смотри, какое платье. О, блеск. Шик, блеск, красота. Так, давай цену тоже посмотрим. Так, 2 900. Ну, в принципе, они в одной ценовой политике. Берем? Берем. Берем. Так, теперь, вот смотри, у нас получается одно короткое, другое подлиннее, но тут оно интересное. С горлышком. Хочется чего-нибудь более без рукавов, открытое. О, вот, смотри. Шикарно. Мне нравится. 2 600. Нормально? Берем. Так, вот, я вижу яркие краски какие-то. О, розовый. Слушай, вот. Классно. Ну-ка, сколько оно стоит? Слушай, оно и стоит так 2 600 всего. Берем. Померяем. Вау, блесточки. Слушай, ну у нас все платье, платье. Я думаю, может быть, что-то из брюк посмотреть. О. Ну, как тебе вот такой вариант? Прикольно. Девчонки, у меня сегодня двойное везение. Раз везение, два везения и три везения, потому что я нахожусь в крутом магазине женской одежды. Ну, и еще познакомилась с владелицами. Два магазина у вас, да? Нет, три. Три? А в третьем магазине тройняшка ваша? Да. Каждому по магазину. Да. На самом деле, пользуясь случаем, хочу задать такой вопрос. Вот когда остаются нераспроданные товары? Куда вы их отправляете? Куда они деваются? Все об этом спрашивают. На самом деле, у нас на остатках очень мало остается. У нас в залах, наверное, более тысячи позиций находятся, да. Ну, и, как правило, если что-то остается, там, один, два или еще какие-то такие позиции, мы обязательно делаем скидки. У нас распродажи есть. Распродажи это у нас от 500 рублей. Это у нас всегда есть. Да, стабильно стоит. То есть можно купить хорошую вещь за 500 рублей? Да, за 500 рублей. Закрываю дым глаза и все это скидываю. На самом деле, освобождаю. Так, в общем, запоминайте, запоминайте. Для новых коллекций освобождаем стойки. У нас есть всегда стойка за 500, за 1000, за 2. И, конечно же, скидки 50, 30, 20. Ну, и как бы, поэтому у нас на остатках очень мало что остается. Супер, девчонки. Девочки, я подобрала себе просто уйму платьев. У вас огромный выбор. Но, как всегда, я ничего не могу определиться, какое же все-таки мне взять. Мне нравится все. Что делать? Давайте будем примерять. Надо все это мерить, смотреть и определиться с выбором. Мы вам поможем? Ну что, пошла. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и как так жить? Вот как среди этой красоты выбрать то самое? Я придумала. В общем, сейчас сделаем так. Я покружусь с закрытыми глазами. Куда пальчик мой попадет, то платье и возьму. Раз, два и три. Опа! Вот оно! Ну что? В принципе, это то самое платье, которое мне вот, ну, прям по душе было. Поэтому берем. Так, девчонки, что тут у нас вышло? Цена платья у нас 2600. С учетом новогодней скидки вам вышло 2008 рублей. Скидочка 20% составила. Вы поняли. Я сегодня мало того, что пошопилась, так еще и скидку получила. 600 рублей в копилочку. Это вам не шуточки. Спасибо большое, девочки. Увидимся очень скоро. Я теперь ваш постоянный покупатель. Так, просыпаемся. А что это вы тут заслучали? Вы все потратили? Все деньги потратили? Конечно. Все платья мира скупила. Да, слушай, купила шикарное платье. И, между прочим, мне еще удалось сэкономить целых около 4000 рублей. Ух ты! Значит, мы сможем еще Мишке что-нибудь докупить там в этом магазине. Кстати, Мишань, а ты у нас один без подарка остался. Пойдем-ка, дорогой дружочек, купим тебе тоже подарок и заодно приведем его. В порядок. В порядок. Марафет наведем. Наведем Мишаньке марафет. А то что, он такой будет Новый год встречать. Да. Миша, а тут... Что, идем? Да, погнали. Поехали. А то это как половой коврик, Миша, уже. Засалон Пушистики Питомца. Ой, ты что-то так уюта, Миша? Что ты? Пахнет вкусняшками. Сразу корм приводит. Тебе лягу поесть. Бери. Бери по больше. По больше. Бери да все, все, все. Бери все. Мне все, мне. Ну а что ты? Надо ребенка порадовать. Да, Мишань? А что у меня есть? Вкусняшки. Ой, вкусняшка. Так, ну-ка, садись. Сидеть. Миша, давай, сидеть. Вкусняшки входят в наш бюджет? Входят. Ладишки входят? Молодец. А ну лапу давай. А другую давай. Нет, вот так. Ну вот я же заслужил. Ох, натуралочка чувствуется. Да? Хрустики говяжьи. Оп. Ой, молодец какой. Молодец какой. Что, Мишанечка, пахнет тут всякими вкусняшками? Смотри, тут есть витамины для собак. Вкусняшками. Ну, не только для собак. И для кошек. Ну, кстати говоря. Для крупной породы есть? Сейчас посмотрим. А вот, смотри. Улучшает состояние кожи и шерсти. Мишка, тебе хорошие зубы нужны и красивая шерсть, да? Да, виточки точно нужны. Но у нас еще не закончились. Так что возьмем чуть-чуть попозже. Да, но в любом случае, вы знаете, что если вам нужны еще и витамины для собак, то в магазине пушистик они точно есть. Тут еще очень крутые линейки кормов. О, кстати, смотри. Тут есть корм, который для собак с белой шерстью. Что, Миш, выбрал, да, корм? Нравится тебе? Прямо для тебя, представляешь, сделали. Тут есть омега-3, все полезные минералы и вещества. Кстати, а с чем он? Рыбка. Ты любишь рыбку? Ну, он у нас, как северный Мишка, конечно, любит рыбку. Тут лосось и тунец, кажется. Хороший корм. Да. Мишка у нас любит такое. Мишка у нас, на самом деле, все любит поесть. Ну, как и все собачки. Да. Так. Миша, какой ты костюм выбираешь, смотри. Вообще, пока у нас не было собаки, я думал, что костюмы для собак это вообще ерунда какая-то. Кто одевает там какие-нибудь такие девочки, которые любят, чтобы собака выглядела красиво? Оказывается, нет. Если пошел дождь или снег или грязь, у вас собака вся в этой грязи, потом домой заходит, ее приходится окупать. А это очень выручает в том плане, что не пачкается, можно прийти и снять, костюмчик постирать. И, кстати говоря, здесь даже размерчик, по-моему, есть на Мишаню. О! Ого! Что, тебе нравится такое? Вообще классно! Я уже представила, какой он будет милаш в этом костюме! Мишка! Мишка, тебе нравится? Слушай, я хочу померить. Миш, Миш, нравится? Миша, это круто! Нравится? Он виляет хвостом. Значит, нравится. Значит, ему нравится. Что, померяем? Да, ну давай. По-моему, это будет крутой подарок. Ну, под елку класть не будем. Если подойдет, подарим сразу, потому что погода так и шепчет надеть костюмчик. Так, Мишка, ну-ка, пойдем оденемся. Мишка, иди сюда. Иди, иди скорее, смотри, что у нас есть. Давай, иди сюда. Стой. Опа. Давай, я тебе помогу. Лапки. Так. Давай, одну. Опа. Ой, боже, как это мило. Ой, не могу. Молодец. И второе. Это очень забавно. Пацан, у тебя еще костюм теперь. Ты можешь ходить и говорить, пацан, у меня костюм четкий. Давай. Подожди, вторую ножку. Лапку. Мишка, живот в тени. Опа-ча. А где здесь замочишь? Так, подожди. А, вот. Сейчас. Ну-ка. Так. Ниже хвост подержи свой, пожалуйста, подальше. И... Как у тебя там настроение? Раз. И раз. И шерсть тут надо придерживать. Ну-ка, помогай. Держим. Да, чтоб... Нет. О, пошло. Опа. А еще, смотрите, тут есть клепки. Вот так. Раз. И... Два. Тут, получается, вот для... Можно колечко просунуть сюда от ошейника. Да. И ошейник, этот, поводочек цепляем. Еще карман есть. Если смартфон засовываешь, наушники на отключаешь, и он... Мишаня, я не могу, какой ты смешной. Ты мой зайчик. Слушай, ну все. По-моему, это подарок не только для Мишки, еще и для хозяев. Мишань, мне очень нравится. Ему идет. Да. Моглый такой. А вот по поводу обуви для собак хочу сказать вот что. Это абсолютно ненужная вещь, потому что кровообращение у собачек устроено так, что лапки у них никогда не мерзли. Так, ну что, Мишань, ты такой красавчик. Давай раздеваться. Берем. 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 Все. Слушай, а что, кошек выгуливают тоже на шлейчке? Я никогда не видел такой огромный поводок. Вообще. Мощный для собак. Друзья, вот у нас обычный поводок. А здесь, посмотрите, рулетка. И скажу вам, как хозяйка крупной породы собак, рулетка, поводок, это просто очень удобная штука. Но мы на самом деле не могли найти под крупную породу. Наш вес собаки, да, потому что Мишка большой. Ну, потому что просто если взять маленький, он ее вырвет с корнями. Так что, друзья, если у вас крупная порода собаки, приходите в пушистике, и тут вы точно найдете то, что вам нужно. Что бы такого ему присмотреть к Новому году? А давай игрушку. Слушай, на поводок как-то это скучно, на Новый год. Мишка-то не ощутит поводок как подарок. Да, не праздничная. А вот игрушка. Игрушку надо. Да, так, что у нас тут есть? А вот, смотри. Ага. Ну. Нет, это он съест сразу, проглотит. За пять секунд просто игрушки не будет. Маленькая. Вот, смотри, какая есть. О, вот это уже... Тихо. Понимаю. Она какая-то необычная. А, она с секретом, кстати говоря. Посмотрите, друзья. Игрушка не просто грызть, а еще вот сюда закладываете корм, получается, и собачка тренирует еще на логику. Она должна догадаться, как ее оттуда достать. И еще вот... Ну, сборку собаки прокачивает. А, да, и еще массирует, массирует десна. Короче, полезная штука. Берем? Конечно. Давай, ее точно берем. Здесь вообще, я смотрю, пушистики, очень много полезного для собак. И причем для крупных пород тоже есть. Это прям очень радует. Обычно для малышей все готовят. Мишка, пошли. В зоосалоне живут милые пушистики. Кролики, крыски, белочки-дегу, птицы и даже хорек. Каждое животное имеет свое имя и судьбу. Здесь вы сможете не только подобрать себе друга, но и просто зайти пообщаться с милыми существами. Ма, мам, смотри, что тут есть. Кролики. Ой, ты боже мой, какая милота. Кроличек. Это что такое за этот маленький, такие пушочки? Кстати, Алиска, это не просто милота. Это еще ведь символ следующего 2023 года. Год кролика у нас впереди. Значит, можно загадать желание. Так, точно. Давай, прямо сейчас. Раз, два, три. Загадала? Еще нет. Сейчас. Угу. А вы загадали свое желание? Если нет, то приходите в зоосалон пушистики и с этими прекрасными кроликами загадывайте свое желание. Уверяю, 100% они сбудутся. Изюм. О, Алис. Я для тебя коврик нашла. Это шучу. Это для мишки, смотри какой. Огромный просто. Вот, он еще и... Удобно. Слушай, съем на чехол. Хорошая вещь. И размерчик как раз. Стоит недорого. Ну, в принципе, да. Что, может быть? Хотя... Ладно, коврик мы в другой раз возьмем. В этот раз возьмем ему все-таки костюмчик. Мишаня, вкусняшку. Иди. Причешемся и вкусняшку дам. Иди. Иди скорей. Давай. Пошли. Мишань, мы только лапы помыть. Да, только лапы. Только лапы помыть. Хозяин, вы всегда говорите, только лапы помыть. Ну что, пришло время наводить красоту нашему мишке. Пойдем, Мишаня. Пойдем. Не хочешь? Сейчас будем лапы мыть. Миш, мы только лапы помоем быстренько. Пойдем, пойдем. Сейчас только лапки. Заходи. Вот. Молодец. Сейчас мы быстро искупаем сюда. Давай, давай, залезай. Залезай. Лапки. Поднимаем. Давай. Прощай, хозяин. Опа. Все, загрузили. Всей командой, всей толпой. Миша поднимается на лифте. Я, кстати, не встречал еще такого стола. Да. Кром круто. Привезти в порядок можно и кроликов, морских свинок, и собачек, в том числе таких больших, как наш Мишка. А доброжелательный грумер уговорит и причешет даже самого вертлявого нехочуху. Ух ты, Мишка какой-то классный. Пушистый. 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 Ну вот, другое дело. Кстати говоря, очень удобно то, что можно привезти собаку сюда, в зоосалон пушистики, на груминг. Привезти ее в порядок. Ну и заодно, пока она там чистится, купается, выбрать и корм, и поводок. То есть полностью все, что нужно для вашего питомца, коврики и то, что ты сказал, конечно, там одежду, это все, витамины, все есть. То есть собачку отдали и спокойно здесь ходим, смотрим, что такое. А еще здесь можно получить порцию милоты, потому что здесь есть и кролики, и птички. Ну, в общем, друзья, ну вы все поняли, куда нужно идти. Ну что, сегодня мы, в принципе, уложились, мы потратили сегодня всего лишь 6 920. У нас еще остался запас на новогодний стол. Мы потратили чуть-чуть больше, около 7 тысяч рублей. Ладно. Да, ты округлил, но цифры, цифры, это очень важно. Ты же, по-моему, так говорила. Да, бюджет. У нас осталось 3 тысячи рублей, и нам с Алисой как раз это хватит на макияж и прическу. Так что, дорогие друзья, смотрите нас через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...